Екатерина Садыкова и не думала, что строчка из Олимпийского гимна «Игры, которые мы заслужили вместе с тобой» в буквальном смысле спета про неё. Девушка стала одной из 14 тысяч, кому доверенно нести факел Олимпийских игр. Игры, которые мы заслужили вместе с тобой. Игры, которые мы заслужили вместе с тобой. С детства Екатерина с замиранием сердца следила за Олимпийскими играми, мечтая когда-нибудь прикоснуться к главному символу. Стать частью Олимпиады девушке помогла работа. На самом деле совсем не ожидала быть факелоносцем, но моему профкому позвонили и попросили от организации ООО РЖД предоставить им спортсменов, в число которых она записала меня. Екатерина работает электромонтёром в уссурийской дистанции электроснабжения. Работа не женская, но девушка справляется. Со спортом дружит всю жизнь. Играет в волейбол и настольный теннис. Не раз защищала честь предприятия на соревнованиях. Претендентов на участие в эстафете было много. Екатерина понимала, шансы не так уж велики. С ответом организаторы не торопились. Через какое-то время она и вовсе перестала об этом думать. После того, как мне сказали после Хабаровска, что мы отправляем ваши документы дальше, мне показалось, что это в принципе заявка на победу. И подумала, что в принципе всё может быть. За 123 дня эстафеты более 90% россиян смогут увидеть главный символ зимних игр на его пути в Сочи. Эта эстафета будет самой продолжительной по времени и расстоянию среди эстафет за всю историю Олимпийских игр. Я думаю, что физически это будет совсем несложно, потому что в среднем дистанция будет длиться 200 метров. Владивосток станет 53-м городом, принимающим Олимпийский огонь. 18 октября эстафета прибудет в столицу Приморья и останется здесь два дня. Родители после того, как узнали, что мою заявку приняли, что я действительно буду факелоносом, они очень обрадовались и уже ожидают меня смотреть по телевизору. Организаторы утверждают, что биография каждого факелоносца России чиста как стёклышко. У них и у членов их семей не должно быть проблем с законом и налоговой инспекцией. Есть правила по поводу внешнего вида. Всё это заранее оговорено и подписано участникам эстафеты. Факелоносцы – часть имиджа страны, Олимпиады. И стать им – это не только подарок судьбы, но и большая ответственность.